– Про Лебедева хотел бы поговорить. У меня следующий поединок с Майком Уилсоном. Вам сама вывеска такого боя интересна? – Да я вообще не в курсе про Лебедева и что он там сейчас делает. Честно скажу, я не слежу в последнее время за боксом. – И желание посмотреть его с Уилсоном у вас нет? – Я вообще даже не знаю, кто такой Уилсон. – Дело в том, что проблема как раз такая, что никто не знает, чей нижний соперник Майк Уилсон – мой 35-летний американец, который не проводил ни одного двенадцати раундов боя. До этого Лебедева были Хизни Алкунтая и Марк Флэннеган. То есть оппозиция в последних трех боях. Вы слышали о каком-нибудь из этих боксеров? – Нет, не слышал. – Именно поэтому мне действительно не интересно, что там затевается и так далее. Надо, так сказать, задавать эти вопросы тем, кто ведет Лебедева. – Вадим Корнилов – менеджер, Андрей Рябинский – промоутер. Не захотели, как я вам сказал, ответить на эти вопросы? – Мне кажется, догадываюсь, почему не захотели. Так что все понятно, что там говорить. – Ну, я так понимаю, что конечной целью Лебедева, он это говорил после последней своей победы, является то, чтобы провести бой с Александром Усиком и хотя бы за звание чемпиона мира по версии WBA. Не за три титула, хотя бы за один. У Усика недавно видели. Скажите, у 39-летнего Лебедева какие-то шансы на поединок с Усиком есть? Это вообще интересно кому-нибудь? – Очень сложно мне ответить на этот вопрос, потому что дело даже не в возрасте. Хотя, в общем-то, это, конечно, весьма такой весомый фактор, когда человек уже под 40 лет. Во-первых. Во-вторых, мы же прекрасно понимаем, что профессиональные боксы и матчи – это наполовину спортивное, наполовину коммерческое предприятие. В данном случае мне просто любопытно, а кто-нибудь сейчас в мире вспомнит про, так сказать, Лебедева? Это, во-первых. А во-вторых, сам-то Усик – это же как в том анекдоте, да? Собрался жениться на королеве, но она еще не знает. Вот. Поэтому, ну, сам-то Усик-то как к этому отнесся? Собирается он? И что это ему даст? Во-первых. Там ситуация как раз сейчас очень как бы невыгодная для Лебедева. Потому что добиваться такого боя я не знаю, как удастся этим людям, которые, в общем, командуют его карьерой сейчас. В принципе, вот скажите, как бы вы могли всю карьеру Дениса Лебедева охарактеризовать? Поскольку, получается, все-таки боксер он крепкий, боксер он неплохой, но извесен, по большей части, получается, поражением от Хука, поражением от Гассио, пускай близкими, так далее, нет никаких прецензий к Денису, и победами самыми громкими над Джонсом и Тони, старыми ветеранами. Как в целом всю карьеру можно Лебедева охарактеризовать? Он себя где-то не реализовал или реализовал? Да, я думаю, что да. Я думаю, что он все-таки смог выполнить то, что ему, так сказать, было положено, что называется. Ну, победы над вот этими товарищами, конечно, она мало чего дала, кроме того, что это были громкие мина, там, все такое проще. Вот, то, что он провел такие тяжелые, но очень серьезные бои с Хуком и Гассиевым, это, конечно, в его пользу говорит. Так что, я думаю, что вот такие ребята, как Лебедев, кстати говоря, они и делают профессиональный бокс в массе своей, тем, чем он есть, то есть индустрии. Потому что, когда есть вот такие крепкие бойцы, как Лебедев, и когда их много, все мы прекрасно понимаем, что такое профессиональный бокс и чего он стоит. А когда это единицы, вот, и публика вынуждена наблюдать за тем, что ей мало интересно, это, конечно, и сам бокс-то ставить в такое положение невыгодно, в котором он, кстати, сейчас и находится. – Да. Через пять лет, боюсь, уже никто и бокс смотреть не будет. – Да, поистине так. – Так уж уверяют всех соперников, что вот как сейчас мы обсуждаем Лебедева, три последних имени. Ну, что это такое? Вот для кого? – Ну, знаете, тут всегда в таких случаях расчет был на неосведомленность публики. Особенно это характерно, кстати, для наших российских промоутеров и так далее. Потому что главное привести откуда-нибудь из-за границы бойца с иностранным именем, да еще бы, так сказать, с другим цветом кожи. Вот вам, пожалуйста, уже есть интрига. А каков он сам из себя, этот боксер? И это самое, не знаю. Это, кстати, характерно не только для России. В свое время, когда братья Кличко, помните, были в Германии? – Да. – Когда Коль их увел. Это был тот же самый вариант, когда ломились стадионы, залы от того, когда Клички разбивали, так сказать, в пух и прах недостойных оппонентов. Вот. А потом тут получилось так, что ребята оказались далеко не глупыми людьми. Они прекрасно поняли, что эти победы губят их карьеру. Поэтому и пришлось рисковать. – И проблемы были. – Были проблемы, да. Мы же видели поражение Володи Кличко и так далее. Но он сознательно пошел на такие вещи. Честь ему и хвала. Вот. Поэтому он и оставил такой свет яркий в супертяжах и так далее. А сейчас что эти, по3, 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 по4, поarb —